Доброе утро! Что, как у вас? Давайте он ему продукты привез. Нам вчера уже привезли продукты. Тоже на комбасы. Где-то, короче, приехали. Говорит, что армян он. Где-то у них стройка где-то работает. Ну, как бы, комнату он нам там сообразил, да. Ну, по интернету видели. Вот. Как бы комнату он должен подъехать. Говорит, что до 12 подъеду. Говорит, идем. Ну, типа, если что, хотите, заберу у вас комнату. Но я так не поеду. Я сперва поеду посмотрю, что там, как. Мне так тоже не интересно. Он говорит, я на машине приеду, давайте загружать и поедем. Набрал. Давайте. Куда столько набрал. У нас есть куша. Пошли поближе. Там, короче, и яйца, и колбаса там все есть. Спасибо. И курица там есть. Зачем, а? Мы же тебе сказали, у нас есть куша. Нам некуда девать это все. Деньги, говорит, делают. Да, он говорит, типа, он на вас такие деньги, говорит, делает. Ну, типа, туда-сюда. Да. Ну, вот такой. Миллионы, да? Ну, нам без разницы, понимаете. Как он выглядит вообще? Ну. Увидели по роликам, что у тебя разряд четвертый. Хотя я не говорил адрес, где уже ведь. Я говорю, я с мужиками поговорю, если захотят, пойдут работать. Да. Не захотят, это делал лично хозяйство каждого. Да. Ну. Какой момент? Ну, вот он говорит, типа, что он там, типа, вот этот мужик, да, у него, да, как он сказал, который мужик-то у тебя там, ты определил, устроил там. Ага. Говорит, что типа, у него там нет ни выхода никакого, ну, к нему рекламы ничего нет, говорит. Ну, как понять. Люди не тянутся. Ну, как там, объяснить им. Я не понимаю этого. Ну, комментарии, короче, меньше, говорит. Меньше, комментарии, говорит, у вас много комментариев вообще, да. Подписчиков, говорит, у вас, говорит, много подписчиков, говорит. Ого, даже так? Ну, вот все, я это сказал, вчера рассказывал. Ну, мы говорим то, что вы говорили. Ну, я понял, понял, молодцы, что говорите. Я вот поеду, даже если он приедет, я поеду, посмотрю, что там за жилье, что там за работа. Да, я так нахлопом, я не, зачем? Я оттуда сорвусь, а потом, что я буду делать? Зачем? Мне хотя бы здесь какое-то тепло. Все равно я спать могу в тепле. А это как-то можно про человека плохой говорить, если не знает у меня вообще, блин? Да, да. Я его знать не знаю вообще. Я вообще, я просто слушаю, вот так, понимаешь, я тоже, я не глупый человек, понимаю. В 8-м комплексе где-то, говорит, челной рынок, квартиры, малосемейка, говорит, здесь. Вам малосемейку дадим в первый месяц, мы, говорит, будем платить. Потом вы сами зарабатывать будете, сами будете платить, говорит. Ну, ванной, говорит, туалет, говорит, не ахти. Ну, вы сами смотрите, если вам надо, дело-то ваше не мое. Я говорю, дело-то, дело-то, дело не в том, ахти, не ахти, если ты по-человечески приехал, мы можем там сами сделать, все правильно же, ну, отремонтировать, там что-то сделать. Не варит. Для этого разговора нет. Там еще человека просил один вам по 100 рублей каждому дать. О-о-о. Тебе 100. Спасибо. И тебе на 100. Спасибо. Ну, просто вот тебе мы рады, чем-то слово. Вообще рады, да. Да, вот мы даже ждем каждый днем, когда приедешь. У меня, я должен сам же себя решать, правильно? Ну, это ваше можете дело. Он тоже ее. Зачем? Ты же не можешь, правильно, так приехать, сказать. Слышь, собирайте, поехали, вот я вас туда-сюда, да. Да мне это не надо. Так ты этого не сделаешь. Мне это не нужно. Ты нормально воспитанным человеком, так не сделаешь. Мне это не нужно абсолютно. Да мы и так и не пойдем, конечно. Ну, что? А просто он как-то говорит, все вот так нахлапну. Деньги, деньги, деньги. На одном башке. Да что вам? Да зачем вам надо? Там деньги. Я говорю, да мне не надо деньги. Мне надо жизнь. Зачем мне твои деньги? Ага. Как раз вчера сходили, помылись там. Мы только помылись, как раз идем. Ну, а деда пошли, помылись. И оттуда идем. Вот. И зашли за дровами на эту помыть. Ага. А он летит такой. На него кричит. Коля. Коля, Коля, иди сюда. Он поддатый такой. Коля, Коля. А тут, по-другому, такой кориев. Я такой раз дрова бросил, думаю. Что он так летит нахрапом, думаю. Это самое. Он там, он спокойный вообще человек, да. Ну, он может там отпихнуть или что-то, да. Он спокойный просто человек. Я думаю, пойду я там, что-то летит на него вот так. Вот. И это. Он раз к нему. Вот вы же такие, вы там живете, да. Я говорю, да, мы там живем. Ага. Он такой, я. Мы там живем. Ну, пошлите, пошлите, там у меня машина туда-сюда. У них не было никакой машины, они приехали на тачки. Такси. Да. Вот. Ну, ладно, я там вам жрать. Да бросьте вы. А мы воду несем. Да бросьте, я там воды вам купил туда-сюда. Вот, ребят, просто яички вот их надо что-то сварить. Я вам из дома взял, у меня дома вы стояли. Да не замерзнут. Вот тут от приносили яйца, мы сразу их варили. Вон ты эту куртку возьмешь себе, там она не такая толстая. А мне что они куртку принесли? А, тебе куртку принесли? А, тебе куртку принесли? Толстую. Это хорошо, молодцы. У тебя станет, может мне не падет. Вот это молодцы, конечно, что куртку принесли. Теплой, как есть на морознике есть, но такой же мех внутри. Спасибо. У самих что новенького? Здоровья тебе. Да ничего у нас, что у нас все по старому. Ничего. Я вчера к приятелю ходил, но вот тоже. Ну он мне тоже там обещал, что это жилье какое-то. Он говорит, Володь, ничего не получается. Ничего говорит. Бабушка там какая-то съезжать хотела. Вот. Ну может хотели договориться, может подешевле там что-нибудь как-нибудь. Угу. Ну ничего не баловичка не съезжает, ничего не получается, короче. Пока беда. Все понятно. Значит вас сейчас, в общем, на работу пригласили. Да, да. Ну давайте успешим. Что сегодня будет происходить? Ребятишки к нам маленькие приходили. Да, маленькие. Тоже по рекламе. Ну по этой. По интернету. Два ребятенка, но лет по восемь, по семь. Ага. И девочка маленькая, туда они пришли, с десятого микрорайона сюда шли, нас искали. Ага. Вот. Может быть вам, дяде, что-то помочь. Надо медь какой-то там. Я говорю, ребятишки, нам от вас вообще ничего не надо. Да, такие маленькие сами. И как я буду у тебя что-то просить-то, что? Три дня вас искали. Мы три дня вас искали, да. Найти не могли, где находитесь. Вот, нашли, наконец. А как-то интересно, вас люди здесь находят? Да френ вы знаете, как находитесь. Уже двое. Может пока нас нет, еще кто-то приезжал. Так а в итоге, где работу вам предложили? На тройке. В городе? Да, здесь. Не знаем даже где. Мы даже не знаем. Нет, по идее, это не плохой вариант, если работа-то есть. И жилье. Да, жилье. Я посмотрю как-то. Просто я не понимаю, почему ты обо мне там херово кто-то говорит? В отсутствии меня вообще. Да, да, да. Вот это мой момент. Ну просто, не то, что они не сказали, что там на тебя что-то такой-сякой-то. Ну такой вывод, понимаешь, ну деньги на вас делать просто. А вас деньги? Да, на нас деньги. Да мне без разницы вообще. Мне вот пофига вообще. Мне вот вообще пофига. Мне просто надо общение вот, чтобы человек, да. Как бы, человек пусть понимает меня, да. Человек понимает, он ко мне приезжает, со мной общает, что-то приведет меня. Да. Мне вот это, а то, что кто там что-то на мне делает. Пускай, главное что, не на мне, на самому это делают, понимаешь. Мне обязательно что-нибудь там делают. Мне обязательно вообще. Вот. Ну сняли меня, сняли. Ну и ладно. Надо людям, надо. Вам надо жить, нам надо как-то жить. Какая разница, ёлки-палки. Дело просто, сам разговор вот этот, понимаешь, мне не понравился. Чай печь, что-то? Да, чай готов. Рулет доставай, там есть рулет. Крепкий, да. Мы пока кушать не хотим. Мы вчера, блин, пришли, вот вчера даже вечером мы не кушали. Я колбасы маленькой съел я, вот, вечером. Он вообще не стал. Мы пришли днем, ну ходили до своих, короче там, до знакомых. Принесли пельмени. Ага. Пельмени наварили. Мясо. Килограмм на двоих сварили, сажали. Топтанули, да? И сжать неохота ничего. Нормально. Деду еще пошли отнесли пельмени, там все хуже. Еще деду пельмени, наконец-то. А квартиру-то Вам сняли одну комнату-то уже что-ли? У них вроде бы есть. А, есть уже? Да. Там кто-то, короче, малосемейка. Малосемейка. Там, короче, кто-то живет. Жил. А кухня общая. Ага. Кухня общая, да. Вот такая беда, короче. Ну посмотрим, видно будет. Может быть, только никуда не уезжайте, только ждите, не уходите никуда, только ждите туда-сюда. Вот такая беда. Все понятно. У нас подписчиков много-много людей. Челнов очень много. С других стран даже людей есть. Слушай, ну сегодня реально ветер холодный. Знаешь, как нотишь салфан? Я думал, салфан порвет вообще. Я думал, порвет вообще салфан. То оттуда дует, то отсюда дует. Да, не поймешь, откуда дует. А ты на стройку у тебя куда? Сварчиком шлешь? Ну это, говорит, тоже так же, как разнорабочий туда-сюда, там, малярий, там, штукатур. А я это не умею делать. Но он говорит, каждый день по 1000 рублей. Если хорошо работал, то до 1200-1500. Каждую 5 тебе зарплату выдаем, говорит. Угу. Потому что как работники-то нужны? Да, да. Им нужны всегда. Что-то кадров-то в работе нет, что ли? Только я вот, сомнения меня мучают. Я у них работал. Я у них работал. Я знаю, как все это делается. Просто он тебе говорит одно. А делать по-другому? А делать по-другому. Он тебе говорит одну сумму, за которую ты работаешь, а получает он другую сумму, за тебя. Это мужики, уже ваше дело. Да я понимаю все. Взрослые ребята, с самым самим. Не тоже понимаешь, не тоже, не ему, не мне. Нам тоже не охота в эту канитель, понимаешь? Нам тоже, я лучше здесь буду. Чем понимаешь, там вот в этом коловороте. Зачем мне это надо? Я уж не знаю, сами решайте. Я еще молодой, бог с ним, ладно. Там я еще там как-нибудь это развернул бы все-таки а сейчас просто мне уже не надо это. Мне нужна просто спокойная жизнь. Работа, работа. Я специалист на все руки. Я люблю, могу работать любой аппаратурой. Да. Болгарка, дрель, отбойник, все пофигу. Мне вообще. Ага. Понимаешь? Хоть что мне дай, я буду работать. Да, да, да. Да. Ну самое главное, просто была спокойная жизнь, да. Просто спокойная жизнь. Мы просто посмотрим. Мы просто посмотрим. Мы просто посмотрим. Я говорю, я не буду, как он вчера сказал. Давайте я приеду, все собирайте и поехали. Мне так не надо. Я ему свои условия поставлю. Вот поехали, я смотрю. Угу. Да. Я определюсь по месту, да. Стоит мне вообще это все собирать или не стоит? А зачем мне это нахрап нужен? Мне не надо это. Что я, маленький пацан что ли? Вот сейчас вылетел, да. С голой задницы побежал. Телефон что ли у тебя звонит? В радиуме нет, да. Ага. Ясно. Не, ну я только обрадуюсь, если вы на самом деле устроитесь, у вас все хорошо будет. Нет, просто тебе не горчит это? А меня за что горчит? А ладно. Вы же у нас не одни. Если мы даже туда устроитесь, приезжай нас там снимай. Просто чисто лично мое мнение по этому полу. Что-то как-то быстро. Да, все быстро. А видишь, просто ты выкинул это все. А люди же тоже есть. Просто нас же тоже ветер, понимаешь? Конечно. Да. Не какие-то там прощалыги-то. А там баночки. Слишком какой-то ветер сильный. Да. А здесь постоянный ветер. Здесь постоянный ветер. Что летом стоят? Ну там выходим, там нету. А здесь постоянно. Там же тарочка. Вчера погода хорошая была. Ни ветром, ни что. Тепло. Мы весь день просто обалдели. Сидишь без рукавичек. Костерчик горит. Нормально тихонечко. Тепло-тепло. Покушали. Сварили, покушали спокойно. Посидели. Пошли по делам сходили. Помыться сходили. Помыться сходили. Ноги-то что не мерзнут? Нет. Нормально. Нормально. Мне ноги просто отдыхают. А чё? А чё? А чё? Ягодь вас говорит по ботинку говорит. Узнал говорит. Ягодь по ботинку говорит. Там же он нам показывал это видео. Ага. Ты пришёл нам сапоги и подаёшь куда сюда. Да. У меня видишь всё в открытом доступе. Правильно. Ну это, знаешь, мне вот... Вообще, Фиолетово, как тебе удобно, так и делай. Вот. Просто вот... Я тебе говорю, так всё. Мне вот всё нравится, да. Что он... Даже что они сюда приехали, да. Даже там... Что-то... В принципе, нам ничего не надо. С их едой. То, что они привезли. Вот. То, что просто они приехали. Просто у людей... Если у них на самом деле, понимаешь, есть желание, понимаешь, людям помочь. Согласен. Вот. А не то, чтобы не помочь, а то, чтобы попользоваться нами. Понимаешь? Вот это мне не нравится. Я не хочу про них, конечно, ничего сказать. Я их не знаю. Я тебе просто могу привести пример, который принимает участие на моём канале. Тоже самое бездомные. Их много, кто куда там в деревня увозит. Они потом оттуда, бедолаги, не знали, как сорваться. Бегут оттуда. Живут за фурик. За фурик и не знаю. Вот у меня семейная пара есть одна. Понял. Одна семейная пара. Она уехала в деревню там. Ну и какого-то там скотовод, он ведёт своё хозяйство. У него там куры, гуси, короче, свиньи, что только нет. Вот он их взял и каждый день им фурик. Фурик и покушать. Фурик покушать. Понятно. И вот так вот люди. Сегодня здесь, завтра. Там нет. Ну дай Бог, чтобы у вас всё получилось. Это самое главное. Чтоб, как ты говорил, чтобы у вас Новый год где-то бог с телевизором. Знаешь, я в рабстве пробыл восемь месяцев. В рабстве. Забор, как на зоне. Голючая провода. Понимаешь. Никуда не выходишь вообще. Только вот ферма, да, коровы. Ферма коровы. Это под Казани. Попал туда чисто случайно тоже. Знаешь, попал тоже по обещалке. Всё нормально, всё хорошо. Да, да. Закрыли в машину. Ждали, ждали сперва. Типа понты просто. Да. Сейчас в микроавтобус туда всё подойдёт. Вот. В микроавтобус не подошёл. Подошёл 66-й с будкой. Машина. Вот. Говорит, блин, машина сломалась. А там ещё человек четыре. Ладно, я залез, ну чё блин. Всё, ехали, 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 ехали. Часто три. Вот так машина, да. Ну, знаешь, по лесу. Приехали. Опа. Вот он тюрьма. Да. Я сразу вышел из машины. Я сразу понял. Ага. Колючая проволока, забор. Да. Восемь месяцев там пробыл. Там сто двадцать коров. Вот. Там три женщины, четыре мужика. Я вот пятый. Да. Мне три раза убивали в хлам. За то, что я отказался работать. Ты по Дагестану что? Я по неделе лежал, я встать не мог. Я про Дагестан смотрел такое. Дубинки любили там. Ни хрена себе. Давали на день булку серого хлеба. Да. Утром каша. И вечером каша. Да. Бывало, что без масла, без соли. Угу. Я восемь месяцев там пробыл. Да. Когда тут я убежал, да. Я взвешивался на весах. Я весил пятьдесят два килограмма. Ни хрена себе. Представляешь? Чуть ли не баранье веса. Сейчас во мне восемьдесят шесть должно быть. Ага. Да. Я весил пятьдесят два килограмма. Ну, ну, ну. Девчонка, девки с молоком падали. Ведро несет по проходу, да. По проходу. Падали. Да. А за то, что она пролила молоко, еще били ее. Это тебе серьезно говори? Это по отказанию было. Я вот не вру тебе ни грамм. Дай бог, дай бог, чтобы у вас мужики все получилось. Я вот оттуда с девчонкой убежал я. Да. Девчонка, она мне помогла. Я их колофелином напоил. Это на самом деле очень хорошо, если вот сейчас вот вам дадут комнату и дадут вам работу, короче. И у вас будет свой заработок, это будет вообще идеально. Да. Чтобы было реально все. Все реально. У вас свои глаза же есть, свой взгляд. Смотрите. Чтобы по совести мы не дураки. Там много кто вашей судьбой заинтересовался. Есть хорошие ребята. Дай бог, конечно. Мне даже вчера говорили, Леха, давай соберем ему денег на квартиру. Заселишь, говорит, в квартиру. Я говорю, а как у ребят документов нет? Я говорю, на себя ответственность такую брать не буду. На свой паспорт. Да в том то и дело. Если говорить открыто, то я вас мало знаю, мужики. Все правильно. Понимаешь? Все правильно. Я понимаю тебя. Брат, я тебя понимаю. Вот я тебя душой понимаю, отвечаю. Я бы тоже так же на том месте повел бы себя. Как вообще вы начали бомживать? Вот вопрос такой интересный. Если желание есть, можешь поведать. А, как я начал бомживать? Вот так получается. Я вот освободился, да, с Оренбурга в десятом году. Да, да, да. Десять лет я уже живу такой жизнью. Ага. Не считая то, что там, вот. Просто, знаешь, чистая просто привычка. Когда при нормальных людях я не разговариваю так. У меня не выскакивает, да. Ну, бывает, да. Вот. Так мы просто между собой так и общаемся. Просто легче общаться. Я тебя понял. Вот и все. Ты же мужик тоже понимаешь. Ну, конечно. Согласись со мной. Ну, конечно. Где-то и у меня бы рассказывать. Да. При нормальных людях я разговариваю нормально. Я веду себя прилично. Я тебя понял. Вот. И, вот, я освободился. Познакомился с женщиной. Вот. Ехал, ехал сюда, в эту сторону. Я в Новосибирск ехал. Ага. Да. Там, короче, вот. В Совхоз Удмуртский. Ага. Знаешь. Вот. Там познакомился с женщиной. Ну, по возрасту она помоложе меня, конечно. Вот. Да. Ну, сошлись мы характером. А как мы познакомились? Познакомились я заехал в Ижевск. В Ижевск. Денег у меня не было. Пошел на оптовую базу. Ага. Подработать. Чтоб дальше ехать. Вот там познакомился с женщиной. Ну, и там армян тоже, да. Он. У него точка своя. Ага. Вот. Вот. Я просто договорюсь. Говорит. Ничего не будешь платить. Живите вот вдвоем, да. Живите вдвоем там. Комнатка. Все нам. Комнатку там выделили. Вот. Эти. Костелянши с нами. Вообще хорошо было. Мы даже вместе кушать. Лена сготовит. Вместе с ними там покушаем. Ну, все нормально. Вот так вот. Короче. Вот там жили сперва. Вот. Потом. Приехал его друг армян. Вот. Вот. Вдруг армян там. Или брат. Как у них там. А до подсидки ты где жил ты? До подсидки? Или бомжевал ты тоже до подсидки? До подсидки я вот. Я там с Новосибирска. Ага. Я не бомжевал. Я нормально жил. А что случилось так, что ты без жили? Потом получилось так. Вот. У меня жена умерла. Жена умерла у меня. Первая. Ага. От которой вот у меня дочка. Она в природах умерла. Угу. Дочка осталась. Вот. Я. Меня. Теща моя. Познакомила там с какой-то. Ну. У какой. У подруги там дочка. Она с ней познакомила. Короче. Вот. С Олесей. Все. Мы вот с ней жили. Я работал на пивзаводе. Угу. На этом. Пикап. Это. Москвич. И бочка. Я по барам пиво разводил. Вот. Все. Все. И так получается. Я не знаю. Что ей не хватало. Может ей роскошной жизни хотелось. Вот. Я пришел домой. А там мужик в трусах. Третий этаж. Он выскакивает на балкон. Балкон сам прыгает. Да. Прыгает. Да. Прыгает. Мне вот по 111 дает срок. Ага. 7 лет. Мои вины ты там не был вообще. А мне 7 лет дали. Тогда еще там 90-х годах. Я тебя понял Валыч. Вот. И все. А там я что я? Я там 5 лет отбыл. 5 лет отбыл в лагере. Ага. Ну по жизни положим так. Что ты? Да. В лагере двоих. Мне добавили 13. Ага. У меня общий шок двадцатка. Да. 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 В лагере двоих. В десятом я освободился. Говорим вот женщины познакомился. Ты заехал на 7 лет там досрутился короче. Там продолжил. Ага. Это. Да. Нелегкая судьба у тебя я смотрю. А потом. Женщины. Вот этот армян. Который мы работаем. К нему приехал. Какой-то. Ну братья же. Они все братья. Брат. Увидел как я работаю. Мне говорит. Да. Володь. А что поехали. У меня здесь. Как это называется. Там косты. Беглянь. Беглянь. Вот. Поехали. А они там. Эти. Коровники ремонтировали. Ага. Ну полы там стелили. Крыш там делали. Ну что надо короче. Поехали там. Деньги хорошие. Заработайте. Туда сюда. Я говорю. Ну я не один. Я с женой. Ага. Да с женой. Пускай готовить кушать там будет. Туда сюда. Тоже буду платить. У меня там ребята работают. Нормально. Там мы приехали. Когда 8 часов. Вот моя глупость. Понимаешь. Что. Моя глупость. Что я поехал с ним. Ага. Вот. Вот. Мы приехали. Мы один коровник отремонтировали. Нормально. Полностью. Весь пол поменяли. Все. Крышу заменили там. Где что. Вот. Должны были деньги получить. Он свалил. Ага. Просто свалил. Мы к председателю пошли. Нас вот 9 человек. К председателю пошли. Председатель говорит. Я вас не наимал. Ага. Я вас не наимал. Вы что сделали. Он деньги получил. Да. Так что. Извините. Пожалуйста. Вот так вот. Мы начали. Мы что. Мы с ней сюда. С Бекляния сюда. К Челны приехали. И вот начали так сказать. Жили на даче. Там. Одно время. Жили в одной бабушкиной квартире. Вот. Потом у нее. Вот. Инсульт. Ага. Случилось так. Что у нее. Раньше был микроинсульт. А потом вот инсульт. Вообще. И все. Вот. Она умерла. Я остался один. Что. Тоже там. На ГЭСе жил. У одного. Пока они не сгорели. Напились. Пьяные. Сгорели. В квартире. А слушай Володь. А как без паспорта остался? Паспорт. Паспорт я. Еще. Я без паспорта уже 10 лет. А когда он освободился. Когда я освободился. Паспорт у меня там. В Ижевске. В Ижевске. У меня сумка же была с тобой. Ага. Там вещи все. Вот. Я. В одной. В одну машину мы разгрузили фуру. Вот. Но у меня вещи здесь лежат. Ага. Сумка все. Я там другой подбежал. Что ребят. Еще машинку разгрузите. Ну что деньги же нужны. Да пойдем. Я как-то без внимания за эту сумку. Понимаешь. И. Пошел разгружать. И когда пришел сумки нету. Понял. И все. А у тебя как? Паспорт где? Потерял тоже. Попьянешь что? Да. Попьянь на лавочке. Уснул. Проснулся. Ни ключей. А восстанавливать документы не пробовали? Я пробовал здесь ходил. Бесполезно. Бесполезно вообще бесполезно. Никто даже разговаривать не хочет. Никто. Там за паспорт плати. За штраф плати. За это плати. За то плати. Я знаю. Вот один человек делал. Извини пожалуйста. Перебил. Один человек такой же. Бродяжка. Вот. Он себе делал паспорт. Он за общие сложности. Он два месяца проходил. Вот. За эти два месяца. Но он получил паспорт. За эти два месяца. Он пять рублей отдал. Ага. Чтобы ему паспорт сделал. А сколько в среднем стоит паспорт сделать? Ну там штрафы что-то. Две с половиной тысячи. Вообще две с половиной тысячи. Вот в центре я был. Когда в центре. Вот. Там он одному или двоим человеком делать тоже обещал. Вот. Очень долго. Ну две с половиной тысячи он отдает. Ну плюс еще надо фотографии делать? Да. Фотографии тоже. Все это ни о чем. Вот. За все вон две с половиной тысячи они отдавали. Да. Все мужики я вас понял. Я понял. Я ничего не скрываю. Мне ничего за свою жизнь мне нечего скрывать. Мне не стыдно за свою жизнь. Мне не стыдно за свою жизнь. Я не жалею за это. Просто мне жалко за то что годы прошли. Даром годы прошли. Вот и все. Мне молодость там прошла вся. Двадцать лет это не малый срок. Тут два года то люди вон сидят они выходят они не знают что куда им отнутся. А мне мне просто понимаешь мне вот рассказывать за это понимаешь мне неприятно. Очищает до слез неприятно. Все тогда не будем. Думаешь я всю жизнь там оставил. Понимаешь. Всю жизнь там оставил. Может быть за эти годы бы я что-то для себя сделал. Понимаешь. А я ничего не сделал. Вот на улице живу. У меня что судьба что. Мамка в 2016 году умерла. Я даже женатый женой был. Мы квартиры снимали в седьмом комплексе. Мамка умерла в феврале месяце в 2016 году. Мы с женой потом переехали в деревню. Угу. Ну потом что-то у нас не сложилась ситуация. Я 13 лет с ней прожил. У меня трое детей. Все пацаны. Приехал в город к отцу. Начал у него жить. Угу. Ну месяца два-три прожил. Он начал меня уже с квартир как бы выталкивать. Я работал все. Я приходил домой часов пять. Угу. Он мне звонит. Я говорит поехал в гости. Новый город. Я говорю а как я домой попаду. У меня ключей не было. У меня ключи даже отобрал. Угу. Не давал. Я подхожу к дому смотрю. У меня свет в окошке горит. В кухне. Но я и стою на улице и жду специально. А он оказывается начал женщину проводить. Матери год уже не было как умерла. Еще не прошло. А он уже женщина начал жить. Я понял. И вот так вот в течение полугода он говорит. Он потом вообще квартиру перестал мне открывать. Вот к нам гости идут. Угу. Я уж не знал где мне жить. Угу. И вот он мне потом один прекрасный говорит. Ты говорит это говорит. За квартиру не платишь. Туда сюда началось короче вот это все. Ну я и плюнул ушел. Каждый раз захожу к нему он дверь мне вообще не открывает. Не открывает. Живет у женщины. Отцу девяносто один год. А женщина пятьдесят с чем-то наверное где-то так примерно. Вот они с ним вдвоем живут. Кувыркаются там. А меня просто с братом на улицу выкинул вот так вот. Как не нужно. Это он идёт да? Да. И он идёт как-то. Вот они вчера идут. Ну значит пойти на работу. Все ясно. У тебя тоже нелегко все да жизнь то? Жена вроде завала звала где-то. А что приеду в деле поработать. Но все равно характер не совпадать не может. Ну а сейчас ты общаешься что с детьми хоть нет? Да. Встречаюсь конечно. Здравствуйте. Что по эти ребята? А что куда она работает? В квартире там с нами работают ребята. Настройку? Да. А в качестве кого? Ну что смотрите сами. Если как они говорят что гладко что-то крыто. Нет это нормально. Пождите сейчас и квартиру посмотрите. Нет мы сейчас пойдем с тобой да. Давай посмотрим квартиру. Зачем нахватываем квартиру. Это ты вчера? Кто из нас пришел? Да да да. Посмотрим квартиру да. Как мы же тебе в операцию поставим? Где ваш это? Не знаю что. Посмотрим что это квартира. Потом. Потом. Комната там. Квартира там еще один. На место работы нас сводишь. Мы посмотрим что там за работа. Давай пошли пошли. Ладно. Ну ты знаешь что Володь. Съезди посмотри. Если что-то устроят как этот. А она всяко разно лучше чем на улице. Ну квартира сам. Ремонта нет. А что по зарплате по негам? Все нормально. Где братан? Разные рабочие. Где на рубашку? Мы тоже работаем. Самое главное чтобы кидал его там никакого не было. Самое главное чтобы за них никто деньги не получал. А получали именно они. А мы этот момент контролировать будем просто. Я сразу же тебе говорю. Этот момент мы работаем не контролируем. Пожалуйста ради бога. Проблем нет. Нет там проблем никаких. А в малой семейке они вдвоем жить будут. Ну ремонта нет. А кто здесь вчера приходил и говорил что про меня там что-то деньги я на них делаю. Просмотры какие-то не просмотры. Кто это так был? Просмотры деньги делают. Ну вчера кто-то здесь за этот разговор вел вообще. А нет это другие. Другие были? Нет они нет. Я вообще не были здесь. Просто как бы там ни было в отсутствие человека вообще не надо никакие ездили. Нет не они были. Нет? Нет. Сейчас посмотрим. Понравится ребятам. Все. Пойдут работать. А давай хочешь я с вами поеду. У меня машина здесь стоит. Посмотрим. Камеру выключим. Съездим. Посмотрим да? Ты пока все так оставляй. Ну конечно. Как есть. Приглядишься. Посмотри. Переговорите там как. Зачем. Мне это не надо. Я все утащу. А потом мне зачем. Будет не так. Некуда ворачиваться. Нет. Посмотришь фронт работает. Погнали. Стар關係. Прошло ближе. Были такие ворачивали. К кому? Просто видишь. Как этот быт. Поездник не носит. Сами смотрите. Чего. Если оно все нормально. Это почему нет? Пас укаживал своя голова. Как раз узнать? Что можно узнать? День добрый! Я в тот раз стучал, ну вот и ем самим решай другу, так можно жить, я понял, понял, что за движ-то, соседи привезли тебе, вот этих всех, это еще я, футбольная команда, сейчас запасные еще приедут, вместе с тренером, вот двое будут, да нет, нормально, я не возражаю, честно, так, где вот эти? Печка есть, дядь, на чем кусте готовить? Ну пошли, покажу! Свет-то есть, все, да? Свет есть, все есть, вот, спа, да, есть туалет, когда прилетает. Посуду, посуду одолжу? Да нет, посуда у нас есть тоже. Ну там, обычно бывает, значит, сковородки не хватает, все не хватает. Да, ну ладно, самое главное есть, на чем приготовить. Ага, ты сказал, сломался, это как? А, то есть это я виноват, да? А здесь как, нет, здесь вот пьянки, прихожие, похожие есть. Нет, я тихий алкоголик, сижу в своей комнате, меня не видно, не слышно все. Нет, просто что? Если сами будете, я алкоголику жалуюсь. Нет, просто мне не хочется, чтобы осложнения какие-то были. Я говорю, если сами будете, смириться и там туда-сюда. Я говорю, если сами будете, я сразу прям, и все. Ну ты, если посмотрел, подумай. Да. Аккубаторик. Я говорю, я сам тихий алкоголик, сижу в своем углу, никто никого не трогает, меня не видно, не слышно. Как звать вы сейчас? Женя. Алексей. Ага, если сами будете барагузить, я Макару, если Макар не отреагирует, то в милицию. Мы сами ничего не будем. Все просто. Все просто. Только вот это, не мешай жизни, все. Давай попробуем. Смотрите, сами что-то. Попробуем. Смотрите сами. Мы просто все загребать не будем, что необходимо, возьмем просто. Сами смотрите, мужики. Поживем. Сами смотрите, вам и все устраивает, пожалуйста. Вот так у нас. Поэтому ваши дела, мужики. Ладно, вот так вот. Что же? Я верю, что-нибудь. А вот тоже загребил. Может, надо сказать, что-то. Поживем. 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 Работы тоже загребили. Увидишь сейчас, что за работа. Вот такие мешки у меня. День тоже. Смотрим. У тебя соседи будут сейчас. Да нормально все. Так согласны. Да. Мне просто радует, что тепло, Новый год. мы оттуда все равно принесем пошли работу тоже посмотри и вот иди из своей комнаты вот убирайся убирайся мы здесь наведем порядок все устраивает да погнали мы там нормально в комнате там вот обои поклеить обои поклеить чистенькие обои тоже делать так как я понял там еще кормить их будут на работе зачем брадан 9000 рублей каждый пятница их зарплата если вот 7 недель 7 дней работает неделю неделю своих продуктов у нас продуктов решение первеначально блин вот смотри сами ребята вас если выход не будут два дня если ты получит оба пятом пятом неделю вот я тебе отвечаю я такой человек да мне вот вообще безразлично бухалова вообще безразлично нет я могу да я пришел устал я с работы да я могу взять бутылку пива попил и спать лег и все это твой жизнь да 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 если так а могу и не взять ее не нужна я могу просто чай попить и спать лечь там вам нравится мне сейчас знаешь сейчас извини пожалуйста ладно мне сейчас даже вот это нравится понимаешь я просто устал я этот гадюшник весь уберу я весь уберу гадюшник вот потом даже можно заехать посмотреть да обязательно приеду весь гадюшник уберу я это там будет чистота порядок просто нам как-то надо с ключом организоваться лучше к лучу дадут тебе что ты переживаешь там замок поставим на двери твоей комнаты тоже поменяю да да надо будет вообще я не хотел что погнали погнали ну давайте ты этого номер есть мой да мы записали давайте уж а ну где-то попали конечно как без этого самое главное чуть-чуть осъясняться то что вас снял вы же добрые дела делать ну все давайте успехов мужики давайте успехов я потом заеду проконтролирую